ПЕСНЯ ПЕСНЯ Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание к римлянам, 7 глава, 15 стих. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Так, у нас стих начинается с Ибо, значит, нужно впереди прочитать немножко. Итак, с 13 стиха. Итак, неужели добрая сделалась мне смертоносной? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. 14 стих. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. И 15 стих еще раз. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Толкование. Здесь говорит не о совершенном неведении, ибо если бы грешили в неведении, то за что же были наказываемы? Что же говорит? «Прибываю во тьме, увлекаюсь, не знаю, как увлекает меня грех». Посему, когда говорит «не понимаю», то указывает не на незнание того, что должно делать, но на опасности, ковы, обольщения, увлечения. Все это говорит о людях, живших до пришествия Христа во плоти, хотя представил самого себя. Далее цитата. «Потому что не то делаю, что хочу». Толкование. «Так выражается вместо следующего, ибо тогдашние люди не то делали, что хотели». Выражаясь же так, не внушает необходимости или принуждения. Но что говорит? Вот что. Чего не одобряли, чего не принимали, чего не любили, то делали. Видишь ли, что не вводит ни принуждения, ни необходимости. Ибо в противном присовокупил бы. Чему, вынуждаясь необходимостью, то делаю. Но это не сказала, говорит, что ненавижу. Как же произошло это? Сейчас я Васю добавлю. По увлечению, по немощи, которую имели от преступления Адама. Эту-то немощь и не мог уврачевать закон. Хотя и говорил, что должно делать. Ее уврачевал пришедший Христос. Итак, здесь во всем, что сказал и что намерен сказать, цель апостола была та, чтобы доказать, что естество человеческое пришло в неисцелимое состояние, и что его никто не исцелит, кроме Христа. Которому слава, имение и вовеки. Аминь. Толкование закончено. Ну, желающие порассуждать на эту тему, задавайте вопросы. Игнать Тихонович, что-нибудь добавите? А что тут давать? Надо делать, уже все узнали. Надо быть настороже, беречь самого себя. Хотя Павел говорит вообще о человеческом состоянии, не о себе. Ну, а мы-то каждый может себе взять. Знаем, все учим, причащаемся, опять на прежнее часто возвращаемся. То есть нет напряженности, нет решимости, как Серафим Саровский говорил. Пошел, не оглядывайся. Господь говорит, вспоминайте жену Лотову. Один поворот головы и стоит по сегодняшний день. А у нас сто раз на дню, у нас старая, повернется человек, а что особенного сделал? Мне ничто не чуждо человеческое. Ну, что сказать? Дух Божий подсказывает, как это отвратительно для Бога. Прошел. Благодарим. 16 стих. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. Толкование. Что закон добр, говорит, видно из того, что я по природе знаю, что должно сделать, и что разум у меня не поврежден. Хотя я и предаюсь пороку. 17-18 стих. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что... Надежда Васильевич, микрофон выключи. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Толкование. Не сказал, что плоть делает это, но грех. То есть увлекающее меня мучительство греха. Что же болтают вооружающиеся против плоти, и исключающие ее из числа творений Божьих? Они предъявляют. Ведь апостол говорит, не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Выслушай. В каком отношении высказал он это? Человек состоит из двух частей. Души и плоти. Из них первое, то есть душа властвует всем, а плоть есть раба. Посему выражение, не живет в плоти моей доброе, значит, не состоит во власти плоть, но во власти души. То есть берет душа, то и делает плоть. Все равно, как если кто скажет, что стройный звук не в гуслях, но в гусли есть и... Тот не унижает гусли, но показывает превосходство художника пред инструментом. Вот такое сравнение хорошее. Значит, были тогда люди, которые болтали против плоти, что она... Те, во всем виновата, ну давай ее крючками там, рыболовными стягать себя. В смысле свою. Вот до чего так доходило. Ну а здесь нам эфилакт объясняет, что грех во всем виноват, а не плоть. То есть влечение вина. А плоть это творение Божие. Нужно ее исчезать. Но, однако же, апостол Павел говорит, смиряю и порабощаю тело мое. Проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. А как смирять, порабощать? В православной церкви установлены посты. Вот и смиряй, и порабощай. С Божьей помощью. Только вот рекорды не надо устанавливать, конечно, ни к чему это. Кто-то там 40 дней постится, 50. 19-20 стихи. Доброго, которого хочу, не делаю. А злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Толкование. Словом «не нахожу» обозначил нападение и козни греха. Ибо слагает вину из существа души и существа плоти. И все приписывает порочной деятельности и воле. Когда говорит, которого не хочу. Никита Колесников, включи микрофон. Когда говорит, которого не хочу, то слагает вину с души. А когда говорит, уже не я делаю, то слагает вину с тела. То же делает зло. Грех, который, по словам Иоанна Златоуста, есть порочная и грехолюбивая воля. А эта воля не и есть создание Божие, но наше движение. Воля сама по себе есть творение Божие, но воля, направленная к известной цели, есть нечто наше собственное, действие нашего произволения. Выше сказано, что такое грех. То есть мучительство греха, увлекающее ум наш через удовольствие. Вопросы? Нет пока вопросов. Или все знаете, или ничего не понятно. Два варианта. Наверное, все уже понятно, я так думаю. Потому что много уже об этом говорим. Тогда идем дальше. Двадцать первый стих. Итак. Я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Толкование. Выражение неясное, в нем чего-то недостает. Надлежало бы сказать. Итак. Когда хочу делать доброе, нахожу себе в законе защитника. Однако не делаю доброго, потому что прилежит мне зло. Смысл настоящего места такой. Познание добра изначально вложено в меня. Нахожу так же, что и закон защищает он, а я и хвалит. И я желаю делать добро, но вовлекаюсь в какое-то другое силы, и мне прилежит зло. То есть действие зла не уничтожается во мне. Впрочем, святой Иоанн Златоуст, истолковав настоящее место как неполное, внушает, что его можно понимать и иначе именно так. Нахожу, что закон дан не другому кому, но мне, желающему, делать доброе. Ибо закон есть закон только для желающих делать доброе, как желающие того же, чего желает и он. Поэтому это уяснится из последующего. Вопросов есть? Нет? Игнать Тихонич, желаете что-то? Ну вот смотри, дело не я, но живущий во мне грех. Представим, человека задержали за явное нарушение закона. Большая статья, а он говорит, а это не я делал, это грех во мне. И адвокат такой же, все силы прилагают, чтобы доказать, это не он, а живущий в нем грех. Он не виноват, вы его отпустите. Он воровал, там взятки брал, ну и что брал, так это не он. То есть вот это применить в жизни никак нельзя. Он говорит о внутренних переживаниях, когда человек желает и не может. И какая причина, что не может, продан греху. Вот здесь определяется, родился человек свыше или нет. Вадим ли он Духом Божьим или нет. Для рожденного свыше это так просто. У меня близкий человек был один, он историк. В Одессе заканчивал. Ну и уверовал. Его как-то в магазине встретил товарищ. Ну как, Гена? А я уверовал. Что уверовал? А во Христа? И что? У меня другая сейчас жизнь. А он знал, что Гена этот матерился, будь здоров. А матерки? Я задумался, три месяца прошло, я даже ни разу не вспомнил. Просто полностью вышло. А неверующий он не может ничего сделать с этим. Поэтому вот это нам нельзя применить в жизни нигде. Это рассуждение для того, чтобы взор подняли на Христа, который нас освобождает от этой немощи. И делает совершенно невероятное. Возьмите вера, надежда, любовь. Девчонки, 8, 9, там 12 лет. Их пытают, мучают, ничего не могут сделать. Почему? Дух Святой взял их и повел. Вот так. Так, продолжаем. Римлянам 7 глава, 22-23 стихи. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Толкование. Я знал добро и до закона. И когда нахожу он изображенным в письменах, хвалю закон и соглашаюсь с ним по внутреннему человеку или по уму своему. Но вижу иной закон, то есть грех, который назвал законом, потому что обольщаемые им покорствуют ему и боятся покинуть его, как закон, который должен быть исполнен. Закон этот противоборствует закону ума моего, то есть закону естественному. Выше назвал его внутренним человеком, а теперь ясно называет его умом. И одерживает верх, даже делает меня пленником, побеждая и естественный, и письменный закон. Каким образом делает пленником? Законом греховным, то есть силой, мучительством. Не сказал влечением плоти или природой плоти, но законом греховным, господствующим в членах моих. Значит в этом не виновата плоть. Если разбойник займет царский дворец, то дворец немало не виновен в том, так и здесь. Если в членах моих обитает грех, то от этого плоть не зла. Некоторые подмечают здесь четыре закона. Один Божий, научавший нас приличному, другой противоборствующий, приходящим к нам подействуя дьявола. Третий закон ума, то есть естественный. Последний, находящийся в членах наших, то есть грехолюбивое произволение и склонность к козлу, делающие нас посредством привычки нечувствительными, ожесточенными сердцем. Вопросы? Ну и вот об ожесточении сердец тоже часто Слово Божие говорится. Ныне, когда услышите голос мой, не ожесточите сердец ваших. Ныне день спасения. А дьявольское слово завтра, завтра начну поститься, завтра перестану бриться. Завтра за уму возьмусь. Нет. Это вот и сердце ожесточается, то есть совесть заглушается, и потом сердце уже как камень становится, и человек уже голос совести, голос Божий не слышит, и он ему противен становится. Так, идем дальше, или по этому что-то есть? Игнать Николаевич, есть что-то по этому ответу? Тут все ясно. Тут все ясно. Вот. Ну а дальше вопрос тут у меня возник. 24 стих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Толкование. Закон естественный стал недостаточен. Закон писанный оказался бессильным. Тот и другой победило мучительство греха. Откуда же будем надеяться на спасение? Кто избавит меня от всего тела смерти, то есть повинного смерти? Ибо тело, сделавшись подверженным страданию, следствием преступления, стало от этого и с подручным греху. Скажет кто-нибудь. Если тело было сподручно греху, то за что были наказываемые грешники до пришествия Христова? За то, что им даны такие заповеди, которые они могли исполнить и находясь во власти греха. И вот у меня сразу вопрос на это слово. Могли исполнить, находясь во власти греха? И вопрос, а зачем тогда Христос, если могли? Это какое-то толкование, самому себе противоречит. Понятно по смыслу, что вся речь его направлена на то, чтобы указать на Христа. И тот же говорит, что им, то есть, я так понял, людям, жившим до Христа, были даны такие заповеди, которые они могли исполнить и находясь во власти греха. То есть, могли или не могли? А если они могли, зачем Христос? А если не могли, тогда понятно. Вот он дальше вверху скажет. Скажет кто-нибудь, если тело было сподручно греху, то за что были наказываемые грешники до пришествия Христова? Ну, это и понятно, но раз они грешники, они и были наказываны. Игнать Тихонович, тут растолковано. За то, что им, людям, были такие заповеди, или в письме, или в совести, которые они могли исполнить, могли, и находясь во власти греха. То есть, они не имели то чувства, с каким это нужно делать, но они могли это сделать. Не просто, вот, узнали такие, там, нищета, люди, там, прокаженные, взяли их, собрали на необитаемый остров, всех их бросили, и все погибли. Как это, по-христиански? И нашелся один священник, который себя решил с ними оставить. И теперь работал с ними, пока сам не заразился. Видите, что закон, надо понимать этот закон, и это очень трудное место, почему апостол Павел неоднократно говорил, что это не дано понять. Как так? В утробе матери возненавидел одного, другого возлюбил. А за что меня еще судят? И Павел, это единственное место во всей Библии, где ничего не толкует, а только закричал на него, перестань, а ты кто, что споришь с Богом? Не имеет у нас и над глиной горшечник, и поэтому здесь ничего не надо делать. Надо просто стремиться делать. Как судили цыганы, он воровал, ну и хороший адвокат попался, он выступает. Ну, первый милиционер говорит, ничего не положи, все, тащу ты, все. Ну, ему статья большая. А адвокату денег дали всем табором, и он и говорит, ну, вы учтите, что это дети природы, они никогда не разделяли мое чужое. И он вот, видите, как рассказывает, что он не воровал, он шел, какие-то кочки, прыгал через кочки, а одна кочка поднялась и понесла его, это конь. Да ладно, спасибо, милиционер остановил, а то бы разбился. Вот есть, говорит, что послушать, цыган-то понял. Так нам вот это, прослушавшие, это как бы басни, есть что послушать. Не я виноват, а грех. Зачем тут статья мне? Вообще, уголовный кодекс весь можно убрать. Смысл вот в этих словах, которые они могли исполнить. Могли, находясь во власти греха. Вот и все. Спаси Христос. 25 стих, последний стих 7 главы. Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый, я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Алкованин. Поставленный в безвыходное положение и не нашедший другого Спасителя, по необходимости нашел Спасителем Христа. Поэтому и благодарит Бога Отца, Иисусом Христом, Господом нашим. То есть, причиной благодарения Христом. Он говорит, исполнен то, чего не мог сделать закон. Он избавил меня от немощи плоти, укрепив ее. Так что она не состоит уже под мучительством греха. Но как через преступление Адама, сделавшись смертной, стало удобопреодолимой для греха, так через послушание распятого и воскресшего, получив залог нетления, мужественно противится греху. Вопросы? Всегда, Сергей, считай, именно не просто первый стих, а римлянам 8.1, как написано. Пройдет время, люди будут слушать и скажут, какая глава, какой стих, какое послание. Везде читай так, как написано. Я вроде так и читаю. Нет, не так. Сейчас я впереди считал так. Первый стих. Первый стих и не глава, и не послание, кому оно есть. Ну, потом можешь пойти, просто забылся, может быть. Первый, я первый и не читал, я вот 25. Это к примеру, я говорю, к примеру, там, какой 25, 26. Глава не названа, и не названо, какое послание к кому. Послание к римлянам, 8 глава, 1 стих. О, молодец. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Он сказал, служу, вместо служил, ибо вспоминает о прежнем, намереваясь сказать, что нет ныне никакого осуждения и так далее, и показать неизреченную благодать Христову, вспоминать, каковы мы были прежде, и что мы умом познали доброе, но плотью, то есть по немощи плоти подчинялись закону греха, то теперь нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, то есть подобившимся крещениям. А поскольку многие грешат и после крещения, то присовокупил, живут не по плоти, даваясь им разуметь, что все зло происходит от нашего нерадения. Ибо теперь возможно и легко жить не по плоти, а до Христа это было весьма трудно. Но мы должны не только не жить по плоти, но и жить по духу, ибо венец доставляется не воздержанием от порока, но участием в добродетели и духовных делах. То есть одного воздержания порока от зла недостаточно, нужны еще и добрые дела. Кто бы спорил? Тут одно слово. Жить по духу. Православие совершенно непонятно. Жить по брюху, это понятно. И вот благощинный был, у него власть была как у епископа. Войтович, отец Николай Павлович. И он вышел и говорит проповедь против нас, а мы тут же стоим. Подумайте, братья и сестры, у нас завелись люди, соблазняют других и говорят, жить надо по духу. Да кто когда жил по духу? Только он зашел в алтарь, а там священники молодые были, они занимались, мы их хорошо знали. Они говорят, батюшка, так это Павел говорит в восьмой главе к римлянам. Да вы что, опять теперь настучат архиерею. А в другом месте староста вышел, говорит, люди появились, которые призывают жить по Евангелию, дорогие братья и сестры. Да кто когда жил по Евангелию, вы сами подумайте, что это придумали? Вот это проповедь. Нас это касается. Даже все это чуждое. Вот если бы по этому месту пройтись, каждому, то все бы стали судить только одно, а как? Духовное рождение, водительство Духом Божиим. И ты это сделаешь без всякого напряжения. Совершенно открыто тебе будет и не потянет туда. Вот как я говорил про Геннадия Яковлева. А ты матерился, я вспомнил, мне три месяца ни разу. Я не говорю, даже не то, что я забыл. Это он стал Григорий, потом, и Романа, которому Кришнаид отрезал голову в туре. И бросил в алтарь на престол. Римлянам 8 глава, 2 стих. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Толкование. Законом Духа называет Духа Святого. «Как и грех назвал законом греховным». А законом жизни назвал закон тот, в отличие от закона греховного, доставившего нам и смерть. Ибо благодать Божия умертвила и грех, и смерть, а сделав для нас борьбу легкой, вывела таким образом на подвиг. Злые языки дерзнули, разумеется, здесь под законом греховным, закон Моисеев. Но апостол нигде не наименовал его так, а назвал его святым и духовным. Если же возражают и Моисеев закон духовен, то какое же различие между ним и законом Духа, с большой буквы Духа Святого, весьма большое. Закон Моисеев только дан Духом, а закон Духа и преподал Духа. Ну вот, закон Духа, я вот никогда такие слова раньше не встречал. И вот здесь нам разницу даже, то есть закон Духа преподал Духа, то есть благодать дара Духа Святого в крещении, батюшка, когда мажет, и залог дара Духа Святого. Вот, крещаемые имеют этот дар. То есть сам Дух по закону, он сам себя как бы преподает нам, получается. Вопросы? Дополнения, Игнатий Тихонович, будут? Ну, это вот все надо принять, я так. Ты говоришь, что никогда не слышал. Ты слышал, только другими словами. Как тысячелетнее царство. А почему Христос не проповедовал? Он проповедовал. Говорит, приблизен в царствие Божие. Это и есть тысячелетнее царство. Время евангельской проповеди, они когда-то будут. Приблизилась. В английском языке перевод дает такое значение. Царство Божие под рукой. Еще ближе даже. И мы должны с этим согласиться. Действительно, так, без рождения свыше. Человек даже не расслышит, к чему его Бог призывает. А исполненный благодать и Духа Святой, имеющий крещение Духом, он, не надо даже ему говорить, он сам найдет. Сам. Увидеть нуждающихся. Увидеть, где надо благовествовать. Где он может помочь. Вот это и есть в Духе. Послание к римлянам святого апостола Павла, 8 глава, 3 стих. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Толкование. Упомянув о Духе, с большой буквы о Духе, теперь упоминает об Отце и Сыне, научая Троице. И говорит, казалось бы, против закона, но на самом деле нет. Ибо не сказал, что закон делал зло, но ослабленный плотью был бессилен. Закон. Как же ослаблен плотью, то есть мудрованием плотским? Хотя закон и получал, однако не мог победить чрезмерно плотское мудрование. Поэтому Отец послал Сына Своего в подобии плоти греховной, то есть имеющего плоть по существу подобную нашей греховной, но безгрешную. Так как упомянул о грехе, то и прибавил в подобии. Ибо Христос принял не иную плоть, но ту же самую, которую имеем мы. И ее оставил и увенчал, осудив грех в воспринятой плоти и показав, что плоть не греховна по естеству. Вообрази, что царский сын, увидев на рынке, что бьют женщину, называет себя ее сыном и таким образом освобождает ее из рук бьющих. То же самое сделал Христос. Выражение «в жертву за грех» можно разуметь и проще так. Отец послал Сына Своего в жертву за грех, то есть преодолев грех. Объясняя это, великий Иоанн Златоуст сказал, Христос обличил грех, тяжко согрешивший. Ибо доколе грех умерщвлял грешников, по всему праву наносил им смерть, то как учинившие несправедливость подвергнут осуждению. Итак, Бог послал Сына Своего как для того, чтобы показать несправедливость и греховность греха так и для того, чтобы законно осудить его, дабы дьявол не мог сказать «Меня победил Христос силой». Вопросы? Вот Вы там сказали, не оставил, а осветил, потому что Вы там слово неправильно прочитали. Осветил плод там, а Вы сказали оставил. Христос осветил плод, да? А я сказал оставил. Прошу прощения. Так, вопросы есть? Вопросов нет. Играй, Тихоич, добавите здесь. Вот, надо смотреть вот эту последнюю строчку. Нужно увидеть за видимым невидимое. Люди кричали «Сойди с креста и уверуем в Тебя». Иоанн Заталус говорит «Это не люди кричали, это людскими глотками дьявол кричал». Потому что в Тарзаконе 19.19 что он желал кому-то сделать, лжесвидетель, будет доказано, что не виной. Теперь ему эта статья обвинял воровсия, теперь он должен сам ответить. А он не воровал, неважно, закон гласит. Так и здесь. Он признал Христа виновным. А он говорит «Приходит мне с мир, и во мне не находит ничего». И наступает смерть. И впервые в мировой практике было смерть неоправданная, несправедливая. И теперь дьявол завопил «Сойди с креста». Это не люди кричали, это сатана. Надо нам научиться понимать, не все относить к видимому. Ну, видишь, когда человек стоит и богохульничает, стоит и кричит. «Я друг, пьянец!» Житие святой Ирины, там, кажется, 5 мая. А это кричал дьявол, написан дьявол. Он друг, пьянец. Вот за это, за грань. Видимо, он уже проникнет в невидим. Да у вас все как-то дьявол везде. Сказал один раз, дальше можешь думать «нет». Дьявол говорит «Самая большая моя победа та, что я сумел доказать, что меня нет». Нет, значит. И нету. И все. Это сами вы делаете. А ты должен это понимать. «Избави нас от лукавого». Он подсовывает слова, объяснения. Ну, и грех начинает оправдываться. А это уже хуже самого греха. Все. Послание к римлянам, 8 глава, 4 стих. «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущим не по плоти, но по духу». Толкование. «Дабы не сказал кто-нибудь, если польза для меня от того, что Христос одержал победу в той плоти, какую воспринял, говорит, для тебя именно и есть она победа. Оправдание, говорит, то есть цель закона, ибо закон имел целью оправдать человека, исполняется в нас. Чего закон домогался и не мог сделать, то сделал для нас Христос. Его дело было вести борьбу, а мы воспользовались победой. Поэтому мы и не будем грешить, если не будем жить по плоти. То есть, мудрствовать плотское, не мудрствовать плотское, недостаточно, а должно быть у нас, как и выше сказано, еще мудрование духовное. Поэтому присовокупил, но по духу. Ибо Давид говорит, не только уклоняйся от зла, но и делай добро. Солом 33, 15. Ибо услышав, что Христос даровал нам победу, мы отнюдь не должны падать, но должны сохранить благодать бани водной. Об этом говорится Ефесянам 5, 26. Потому что теперь борьба для нас легче, нежели была она прежде. Но в чем легче? Почему легче? В том, что впереди прошел Христос и показал нам примет. первенец из мертвых воскрешен. А раз вам написано первенец, то и мы надеемся, что и мы с ним воскреснем. Вопросы? Нет вопросов? Игнат Михайлович, добавите что-то? Да, можно добавить. Мы должны быть внимательны к слышанному и к виденному. Уметь задним числом признать свои ошибки. Вот сейчас неизвестно пока, какая причина. Там 154 упал, 92 человека. Из них было 67 хористы, плесуны, из военного оркестра Александрова. И они весь мир объездили. И ни у кого даже мысли не было. Летят в страну, которая нам враждебна. Да мало ли что будет. И якобы знал, это разделил на 200. Но если один погибнет, другой будет. Но это ясное дело. 60 тысяч человек, это больше половины хора. Хора, который весь мир знал. Он очень большой популярностью пользовался. И все, нету. Нету. Так вот сегодня надо бы маленько посарапать себя, как Солженицын говорит. Прочистить себя по хребту. Зачем столько насадили? Летит самолет, вертолет. Больше 100 человек вертолет набирает. Я таких и не видал. И садятся туда 4 генерала. Вообще. Ну так это Чечня. Избили. И он падает никуда, а прямо на минное поле. И кто вылез оттуда, полз. Живой был. И те подорвались. 4. А чтобы генералам-то сделать, это сколько времени надо было? Да как это можно было так? Расточительно пользоваться этим запасом. Ну, я не военный. Я просто знаю, что это военный высшую академию надо кончать, должен быть опыт. И в один вертолет затолкали их. И грохнули. Ну и все уже забыто, как будто никогда не было. И вот когда мы это читаем, мы должны увидеть предведение. А люди, которые раньше были, живущие по плоти, а плоском помышляют. А они знали это? Единицы знали. А почему? Ну, в духе истины поклонников Бог ищет. В духовной были, а в истине не было. В образах было. В ягненке. Агнец Божий. В духе истины Бог ищет поклонников. Я говорю, а что такое в духе истины? Ну, вот у нас журнал «Братский вестник». Там брат проповедует и говорит, закрой глаза, вот видите, колонны. Теперь мы не видим. Я говорю, при чем тут колонны? Внутренний человек простирается к Богу. Я к Богу пришел. Истина в Новом Завете, в Ветхом Завете истина была затушевана. Вот это надо знать. А в духе истины, а в духовном плане были такие Исаия, Иезекииль, они видели это, Бог призывал их, они трудились. Надо разделить. В духе истине. Я практически не слышал никогда, чтобы растолковали. А как вы знаете? Да никак я не знаю. Святые столковали. Не надо гордиться, говорить, гордебачить. Бог дал учителей, дал апостолов, дал толкователей. И нужно смиренно признать, признать и двигаться вперед. Другого не будет. Вот мы сейчас считаем, выше этого ничего нет. Да тут просто так. Ну вот и прими как просто. Отошел. Ну вот у меня вопрос возник. Здесь говорится о мудровании плотском и о мудровании духовном. Можно ли мудрование плотское назвать ересью, а те, кто мудрствует по плоти и назвать их еретиками. Если происходит из этого, истекает ересь, она называется ересь. Это другое по плоти. Выгода. Человек ехать, не ехать, он начинает смотреть, а сколько будут платить. Ну это правильно, надо заранее договориться. Но не все в этом. Ты думай о том духовно. Там храма нету. Тебя отправили в Норильск. Ты молился там, а какой молился, там храма нету. Ну вот в этом все и есть. А Геннадий Фас когда рассказывает, как у него было, родители его искали где, но они менониты, искали где есть свое собрание единомышленники. И поэтому заложили такую крепкую веру. Ты должен в первую очередь искать единомышленников. Вот кто думает потеряевку переезжать, им говорю, самое ценное в потеряевке все верующие. У нас нигде мы не мудрствуем. Мы принимаем как написано. Вот толкование блаженного эпилакта, златоуста, каноны. В этом все и есть. Ничего не придумывать. Услышал, поверил, исполнил, отошел. Ну еще вот уже написано дела плоти известны. И двоеточие и перечисляется и там стоит ереси. А еретики же, они же по Библии они как бы духовно рассуждают. И как вот различить мудрствование плотское и значит она отличается. Они же тоже думают, что они духовно рассуждают. Очень много писаний мест приводят. Но может быть из-за корысти они это делают, чтобы пожертвования собрать, поэтому называется это плотским мудрствованием. мне пришлось жить рядом с соседом одним. Он говорит, а почему собственно я должен Матфею верить, Марку? Я сам хочу написать. Я говорю, центральный Красный проспект это в Новосибирске от нас находится полтора километра. Бог может за ночь построить, чтобы линия подошла сюда и остановка около дому. Может, но надо ли об этом молиться? Так можно, то есть я всемогущество Божие признаю, он может сделать так, чтобы через комнату проезжали трамвайные но надо думать, стоит ли или ты искушать Бога решил? Что духовное означает вечное? Плотское временное? Вот когда нужно человеку что-то делать, я просто вывод уже сделал, нужно четыре вопроса задавать. Первый, что я ищу в этом? То есть жениться решил, переехать, работу переменить. Что? Духовное или телесное? Вот как раз этот вопрос. И этот вопрос еще вечное или временное я ищу здесь? Второе, что об этом говорит Святая Библия конкретно по любому вопросу? Третье, что об этом говорит моя совесть во мне? Ну тут совесть бывает сожженная, ничего не скажут. И третье, не принесу ли я кому-то соблазн и вред? Четыре вопроса. И теперь, если ты ответил положительно все, у тебя есть духовник, пойди к священнику и посоветуйся. Вот таким путем я считаю, ты безошибочно достигнешь той вершины, куда тебя Господь зовет. не доверяй себе, без совета дело расстроится. Обязательно. Да, они священники такие, а всех ты не знаешь, ты молись, и Бог через него ответит. Мне иногда приходилось отвечать и говорят, а вы вот так ответили, я ответил, я даже не помню, как ответил, так вы же помните все, но вот этого я не помню. Магдапон записан, посмотрели, действительно, я сказал. А почему? Так я откуда знаю? Ироним Стридонский сказал, я цитирую святых отцов, никогда их не держал в руках даже. А мне другой говорит, а это Зипрема Сирина, не знаю, я просто доверяюсь Богу. Это ответственность большая. А почему мне дано, а тебе не дано? Да откуда я знаю? Ты надеешься на Бога, и Бог тебе даст. Бог не желает, чтобы дети были слепцами, ощупью по стенке, как слепые ползали. Вот и все. Вот дальше ответы дается 8,6 к римлянам. Так. Пятый мы вроде еще не прочитали. Римлянам 8, глава 5 стим. Ибо живущие по плоти о плотском помушляют, а живущие по духу о духовном. Полкование. Предавшиеся неумеренному рабству плоти, всегда помышляют о плотском и никогда не размышляют о божественном. А кто всецело покорился духу, с большой буквы, те и мыслят и делают все духовное. Римлянам 8,6. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные жизнь и мир толкования. Мудрованием плотским называют грубейшее помышление, заимствовав для него имя от худшей части человека. Ибо плоти сама по себе не имеет собственного мышления, но мудрование плоти есть помышление грубое и вещественное, которое иной может назвать умом, помышляющим о плотском. Так и мудрование духовное есть ум, помышляющий о духовном. Последнее рождает жизнь в противоположность смерти, которую рождает мудрование плотское, а также мир в противоположность тому, о чем далее говорится. Так, что далее говорится или здесь какие-то вопросы есть. Давайте прочитаем. Римлянам 8 глава 7 стих. Потому, что плотские помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Толкование. Помышление духовное рождает мир, а помышление плотское вражду против Бога. Значит, помышление плотском поднимает руки на Бога? Нет, говорит, но о нем говорится, что оно есть вражда против Бога, потому, что оно непокорно закону его. Не смущайся, однако, слыша, да и не могут, а понимай слова эти как должно. мудрование плотское не может покоряться Богу, пока останется таким. Это тоже значит, что сказать, блудница не может быть целомудренной. иначе как могли бы сделаться из злых добрыми сам Павел разбойник и бесчисленное множество других порочных людей, если невозможно была бы перемена. так и в Евангелии Господь сказал, не может дерево худое приносить плоды добрые. Евангелие Матфея 7.18 То есть пока остается худым. Итак, не будем помышлять о плотском, но будем помышлять о духовном, чтобы иметь мир с Богом, дающим нам Духа, через которого легко для нас все, что было трудно для исполнения во времена закона. Вопросы? По этому отверку. Давай, Володя. Ну, я вот на последнюю строчку толкования иначе включите его, я почистаю. То, что там говорится, что подальше или поближе? Очень подальше. Подальше, да? Что последняя строчка толкования сейчас говорится о том, что во время закона было трудно исполнить, а сейчас нам легко это исполнять. Это примерно такое сравнение, вот как когда, например, ты захотел жену, одну взял, может, допускалось даже до десяти там же он, ну, там, как у Давида было, там, у многих других, одну, две, как у Авраама было две жены. Вот. Во времена сейчас Нового Завета мы уже можем не только нас допускается одна только жена, ни в коем случае даже две не допускаются, а может и вообще жить без брака, то есть под благодатью Божией и родить одним, как монахи живут. То есть сравнение, так же не убей, допускалось убийство, а Нового Завета люби врагов своих, хотя в Старом Ветхом Завете допускалось убийство врагов. Володь, тебя в камеру не видно тоже. Вот такие примеры, примерно, два, хотя бы две западе, если взять. Благодарим. Продолжаем. Послание к римлянам, восьмая глава, восьмой и девятой стихи. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут, но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. Толкование. То есть имеющие мудрование плотское не могут угодить Богу пока остаются такими. Ибо плотью назвал не сущность плоти, но жизнь грубую, плотскую и делающую всего человека плотским. Так и в Ветхом Завете сказано было «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, ибо они плоть». Бытие 6.3 Далее цитата «Вы не по плоти живете, то есть не плотской жизни служите, но духовной. Для чего же не сказал «Вы не во грехах живете?» Дабы ты знал, что Христос не только угасил мучительство греха, но и плоть сделал более легкой и более духовной. Как железо от продолжительного прикосновения к нему огня, само делается огнем, так и плоть тех, которые получили Духа через крещение, все делается духовной. Плоть делается духовной крещения. Слово «если только» употребляется здесь не для обозначения сомнения, но при полной уверенности вместо «поскольку Дух Божий в вас, то вы в Духе». Не сказал «если же вы не имеете Духа Христова», ибо такое выражение весьма неприятно, но говорит неопределенно «если же кто Духа не имеет, тот и не Христов». И справедливо, ибо Дух есть печать, посему кто не имеет печати, тот не принадлежит Господу означаемому этой печатью. Вот давайте порассуждаем о печати дара Духа. Когда крещение принимаем, священник говорит печать дара Духа Святого в момент крещения. обязательно он именно в этот момент приходит или может раньше или позже ко всем ли он приходит. Потому что тут не определенность. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. У нас крещенных 80% населения. 0,3% что-то знают о Слове Божьем. Отсюда можно сделать вывод, что при крещении они печать Духа Христова не получили. Иначе бы жили по Духу. А раз живут по плоти, значит что-то не не получилось. Потому что веры наверное не было. Игнать Тихонович, объясните. Я даже не могу понять, что тут объяснять. Жить в Духе духовное размышление, духовное побуждение какому-то делу, его уговаривать не надо. Если человек мертвый, его на благовестие не вытащишь. А человек, который рожден свыше, в Духе Божьем, он только услышал где-то и сам ищет, а где можно. А кто там сегодня нуждается во мне? Кому-то что-то помочь надо, крышу перекрыть, где-то с детьми повозиться. Духовный он горит огнем, потому что Духа Святого разогрета как железо, он сам делается огнем, мы прочитали выше. А просто ходить, я пришел, стоял, отстоял, причастился, ушел, и дальше живу как хочу. И что бы ни сказали, теперь задача только одно, нигде не противоречит, что говорит священник, а он совсем даже и Бога не знает, совсем не знает, вот сейчас священника задержали за большую партию наркотиков и за оружие, я сегодня поместил этот материал, но ясно дело, что что-то не то делается, так это не один только, там сколько таких случаев, а сколько друг друга там давят прихожан своих до смерти, два ты смотришь, больше человек задавил на такой скорости ехал, какой он духовный враг, волк во вещей шкуре, вот и все, это на практике надо проверять, два прошлых, час прошел и оставшиеся полчаса можно задавать вопросы, кого накопили за это время, нет вопросов, тогда идем дальше, а, ну вот еще к слову сказать, антихрист же тоже будет ставить печать, и святые отцы толкуют, что это будет добровольно, не насильно, вот, то есть они должны добровольно сродниться с духом антихриста и запечатлеть это с ростом вот с этим, я правильно понимаю, и тогда у обратного пути уже не будет, кто примет на чело или на руку знак зверя 666, он как бы примет этот дух антихриста, поверит ему, река, распечатать, то есть там печать, да, Духа Святого и здесь будет печать, о печати много рассуждает старообрядцы, ты расшевели эту пасту, сколько сегодня человек на занятиях и объявляешь на воскресенье точно так же в 6 в это время, не забудьте. Вопрос я задал, слышали, нет, можете ответить, то есть или мне к старообрядцам обратиться, да, или ну можно к ним обратиться, они боятся антихриста, у них там большие диспуты, будет печать видимое или невидимое, боятся там паспорт брать, но не все есть такие, которые тихоновцы, подпольные, катакомбные, а как надо, ну надо смотреть, что, церковное начало, на эти вопросы все ответили, ответили правильно, правильно, и там Кристианкин, кто Гурьянов, Николай, Патриарх говорит об этом, вот, и вот там Алфеев Иларион, то все это отвечает, у нас на форуме это все стоит, повторяться даже не надо, Дух Божий покажет, насильно никому не поставят, это добровольное отречение от Христа, это запечатлевается знаком, отречение, а не просто и мне надо купить, а я не могу тебя пищать, шлепнули, и нет, так не будет, именно в отречении, какой-то документ очевидно подписан будет, я не верю во Христа, ну и дальше уже слова, которые говорят его враги, силой князя Бесовского и прочее, хула, тут уже так, умри, сегодня рассуждать легко, самая трудная смерть от голода, говорит Ян Затаус, и самая легкая утонуть, ударилась, утонула, и все, вся команда утонула, все, давай, ой, господи, ой, временно, восьмая, можно вопрос, Сергей Валерьевич, вот, 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 говорится, что печать Святого Духа, она как бы невидимая у нас получается, духовная, а печать Антихриста, она видимая будет, ну, я не знаю, как шестерки, или что-то, на лоб тебе поставят, или еще, может быть, она тоже невидимая будет? Написано начертание, то есть, можно лазерем начертить, невидимо, она потом проявляется, когда сканер подносишь, вот, а когда батюшка говорит, печать Дара Духа, Святого, кисточкой мажут, ты какое-то время, у тебя на лбу крест, это видимая печать, масло, его видно, ну, а потом оно растворяется, не видимое, ну, Игнать Тихонович, про видимое и невидимое спрашиваю? Видимое и невидимое, тут большие споры, Кесарий Каппадокийский, Андрей, архиепистка, это главный толкователь книги Откровения, Яна Богослова, Апокалипсис, и он приводит, иногда бывает, оттолкование Апокалипсиса, семитолковый, то есть, один и тот же стих толкуется в семи вариантах, вот, и видел я белый конь, там, а что белый? Белый, это значит святость, а другой, это подделался, принимает вид Ангела Света, совершенно противоположное, одно так, лев из колена Иудина, лев из колена Иудина, Христос, а дальше, дьявол, как рыкающий лев, ищет кого поглотить, одно и то же слово, совершенно в противоположном смысле, но надо по контексту уже и смотреть, о чем здесь речь идет, и спорят, видимое будет или невидимое, и Прим Сирин настаивает, видимое, Андрей Кесарий Каппадокийский, невидимое, меня спрашивают, а как вы считаете? Не знаю, может быть она будет видимое, или невидимое, но отречение духовное, обязательно отречение от Христа, а сейчас что невидимое, там на костной ткани, на челе, или на руке сделали, показал там, где идешь, видно, сколько у тебя на счету денег, и все, деньги не нужны будут, подошли мы уже практически вплотную, так что, великие грядут испытания, будут люди, которые ничего этого не примут, они обречены, а кто-то уйдет где-то в тайгу, в ущелье, в мимо тех козьих кожи будут скитаться, для верующих не те сократятся, три с половиной года только будет, это величайшая скорбь во Вселенной, все, все, римлянам 8 глава 11 стих, если же дух того, с большой буквы в области слова, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых, оживи ты ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Поколание. Опять начинает речь о воскресении и говорит, не страшись, что ты облечен смертным телом, ты имеешь духа Божия, воскресившего Христа из мертвых, как он его воскресил, так и тебя несомненно воскресит, даже оживотворит. Воскреснут и те, которые не имеют духа, но они воскреснут в наказание, а имеющие духа воскреснут в жизнь. Поэтому-то не сказал апостол воскресить тело, но оживит живущим тебе духом. Не сказал жившим, но живущим, остающимся до конца. Ибо, видя в тебе духа своего, Бог не восхочет не ввести тебя в брачный чертог, подобно как, если не будешь иметь духа, несомненно погибнешь, хотя и воскреснешь. Итак, умертви тело, чтобы жил в тебе дух, а через него и дана была тебе жизнь. Вот я часто сталкивался с людьми, разговаривая, что веришь, что Христос воскрес? Верю, воистину воскрес. Обычно на Пасху даже все неверующие, Христос воскрес, научили их, воистину воскрес. Ну, кто-то скажет спасибо, кто вообще ничего не знает. А потом второй вопрос задаваешь, а ты веришь, что воскреснешь? Сразу глаза такие круглые, не понимают о чем. Я говорю, ну, если ты веришь, что Христос воскрес, значит и мы воскреснем. Глазами хлопает, как так? Нет, это не вмещается в человека. В это, говорит, не верю. То есть лопух на могиле, и все, и все. А здесь нам, где черным по белому, истолковано, что если дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, оживет нас, то и воскресит, и оживит наши тела мертвые. Вопросы? Игнат Тихоевич, добавите что-то здесь? Ну, тут все, тут прямым текстом написано, добавлять тут ничего, надо принимать. Когда удивляются люди, а почему у вас никогда нет ни согласия? А зачем? Я согласен, я православный. Это столковал златоуст. Разница-то есть, я толкую там, или златоуст. Я почему не толковал никогда, я понимал, что мне не дано, и рот не надо раскрывать. Мне только, дай Бог памяти, и как это донести, и как выполнить. Вот человек ничего не знает, вот сектантов у них сплошь и рядом. Еще Библию-то не прочитал, уже толкует и толкует, вот все это самое главное, какие там заповеди, баптистские, у нас там семь, главное там не воевать. Да зачем тебе повторять баптистские-то? Ты в Евангелии посмотри, сходятся или нет. Так что главный ответ, это через Слово Божие мы имеем. Все. Римлянам 8 глава 12 вести. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Володя, можешь толкование прочитать? Я под рукой. Не слышно. Ибо что излил на нас Бог, то было делом благодати, а что наше, то бывает подолгу и требуется неизбежно. Объясняя же выражение не по плоти, дабы ты не понял его о существе плоти, присовокупил. Чтобы жить по плоти, я, говорит, запрещаю не всякое попечение о плоти, ибо многое обязаны мы делать и для плоти, питать ее, греть, но такое, которое доводит до греха, ибо по плоти живет тот, кто делает плоть госпожой жизни своей и царицей души. Вопросы? Когда что-то добавите? Ничего не добавляю. Я только думаю, как это запомнить, как выполнить. Я вообще здесь не могу ничего сказать, потому что это самые трудные места во всей Библии. В Библии, не только в Новом Завете. Предведение, промысел Божий. И он рассуждает, и мы должны как-то проникнуть в твое смысл через Слово Божие, через толкование и ничего нигде не добавить. Ни одного слова. Тогда будет видно, что мы православные. Так, продолжаем. Римлянам 8, глава 13 стих. Наверное, 14-й? 13-й, 13-й. 17-й? 13-й, 13-й. 13-й. Володя, ты можешь читать? Нет, а то мне отлучиться на минутку надо. Могу. Никита. Давай, брат. Никита. Я ж могу, Никита. Проследи. Проследи. Толкование. Римлянам 8, глава 13 стих. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Толкование. Блаженого Филакта. Смертью называют здесь не одну бессмертную казнь в геене, но именуют смертью и жизнь, проводимую на земле в злых делах. Напротив, если духовной жизнью умертвим худые дела плоти, то будем жить и тогда жизнью нескончаемой, и теперь жизнью добродетельной. Ибо кто мертв для мира, тот живет. Заметь же, что не сказал, тело умерщвляете, ибо это человекоубийство, но дела плотские, очевидно, порочные. Ибо следует умерщвлять не просто зрение или слух, ибо видеть или слышать есть естественное плотское дело, но употребление их во зло. Римляна 8 глава, 14 стих. Ибо все, вводимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Толкование. Выше дал такое обещание. Будете живы, если умерщвляете порочные дела. Теперь предлагает важнейший венец и большую мзду, именно усыновление Богом. Не сказал все, которые живут Духом, но все, которые вводятся Духом, то есть управляются, как возницей, делая Духа Господином над душой и плотью. Хотя ты и принял крещение и стал через крещение Сыном Божиим, но если не будешь вводиться Духом, то утратишь дар. Ибо хотя все мы получили Духа в бане воздержания, но вводиться им во всю жизнь требуется от нас, как наше дело. Поэтому не сказал, которые получили Духа, те суть сыны Божия, но говорит, которые Духом Божиим вводимы. Так, ну и комментарии на слова, если не будешь вводиться Духом, то утратишь дар. Какая еще баня воздержания. Как показала статистика и тщательное исследование из трехсот крещенных моченых, в храм ходит только один. Итог, случая к случаю. Почему не устрашили этими словами Феофилакта этих празелитов, двоеточие, но если не будешь вводиться Духом, то утратишь дар. Что же понаделали лживые пастыри, совершенно не научив тех, кого допустили до крещения, и даже внешне совершив его абсолютно неправильно. За такое их крещение, мочение, они все достойны извержения и сана. Далее цитата. Если кто, епископ или пресвитер, совершит не три погружения, единого тайного действия, но одно погружение, даваемое в смерть Господню, да будет извержен. Ибо не говорил Господь, смерть мою крестите, но, идя, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Пятидесятое апостольское правило. Еще одна цитата. Хотя ты и принял крещение, и стал через крещение Сыном Божиим, но если не будешь вводиться Духом, то утратишь дар. Эти слова относятся в первую очередь к самим архиереям. Двоеточие. Если не будешь вводиться Духом, то утратишь дар. Разве эти слова не в силах ныне поразить страхом Божиим всех священников? Еще раз. Но если не будешь вводиться Духом, то утратишь дар. Все эти слова выделены жирным шрифтом крупно и подчеркнуты. Служение Богу – это не только нахождение в храме, но и вся наша жизнь. Вот о чем нужно исповедовать священникам, что если кто не живет в Духе Святом, тот навеки погиб. И никакие многочасовые моления, никакие утомительные крестные ходы и непричащения не сдвинул с мертвой точки мертвецов духовных. Надобно родиться свыше, надобно исполниться благодатью Духа Святого. Еще раз повторяю, в который раз. Если не будешь вводиться Духом, то утратишь дар. Комментарий закончен. Вопросы? Расскажите, пожалуйста, вот в Откровении 3 глава, 12 стих, Иисус говорит, что у Него будет новое имя. Как это понять? 3, 12 Откровения. Откровение 3, 12 Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя Града Бога моего. С Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Игнать Тихонович, у вас помните толкование? Нет? Что за имя мое новое? Какое имя? Говорит, открылся он с какими именами? Имя любви? Другого имени мы не знаем. Хотя у Христа много имен. Я в пути истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу такой сочисти. Это Его истина, жизнь, это Его имена. Бог есть любовь. Это у нас совершенно новое учение, которое сразу поставило себя против всех законов. Не сопротивляйся злу. Ударят в одну щеку, поцать в вторую. Вот все. Ни одной войны бы не было. Ну, ударили там тебя и что-то сделали. Ну, а дальше-то что получилось? Так они бы поработили, рабами были. Да мы всегда рабы. Об этом даже и говорить не надо. Христианство обречено было на поражение. Тем более, в конце ему дано вести войну со святыми и победить. Ни одна религия не говорит так откровенно о своем поражении, как христианство. Ничего. Это все предначертано было Богом. Толковать тут вообще ничего не надо. Надо жить и ждать ежедневно. Не в этот ли день придет Господь. А придет, это значит, я или умру, или еще что-то. Не только мировые катаклизмы. Вот летели люди, ничего, ударилось и все. На той стороне 92 человека. Незаконченные дела, обещания, непримирения. Все. Притом абсолютно все и навсегда. Понятно. Имя, любовь, значит. Любовь никогда не перестает. Вот у мусульман, у них даже Бога отцом нельзя называть. Я осмелилась назвать его отцом. Это есть такая книга специальная. Это жена, оставленная министра в Исламабаде, там, Пакистане. Она обратилась к Богу, как там этих сразу убивали, мусульмане их. И она сумела все-таки с внуком бежать в Америку. Я осмелюсь его назвать отцом. Отцом. Она никогда не знала, молилась. И вдруг он отец. Отец, это какое чувство. Мы просто привыкли к этому. Отче наш, сущий на небесах. Это близость. Это забота. Мы его дети. Он не покинет. Он обязательно нас выведет на пространное место. Сергей, можно толкование прочитать? Наверное, стих Писания. Откровение. Ну, да, я нашел. Тоже хотел прочитать. Читай. Ну, давай, ладно. Я только тут самую суть прочитаю. Последний абзац. И имя мое новое. И напишу на нем имя Бога моего. То есть, Откровение 3 глава 12 стих. В сердце такого столпа будет ведение имени Божьего. И сам Христос напишет на таковом имя Бога. Сейчас многие пишут на себе имя Божие и носят его. Но не Бог писал. Иные сектанты даже иначе именоваться не хотят, как Церковь Божия. А себя дети Божие. Но не писал Христос на ересях и еретиках имени Божия. Или вот идут фашистские солдаты с надписью на бляшках своих ремней. С нами Бог. Кто писал на них имя Бога? Нет, только на побеждающих позор греха и держащих венец славы. На побеждающих ересь и держащих венец правды. На побеждающих тяжкий грех смертвоубийства и держащих венец жизни. На них только напишет Христос имя Бога своего, то есть имя Отца Небесного. Не то важно, чтобы человек написал на себе имя Бога, а то, чтобы написал его Христос. Спаси Христос. Слава Христос. Ну а дальше-то что не дочитал? Вопрос-то о имени. Последний абзац. И имя мое новое. Спаркование. Еще одно третье имя начертывается произнесенную рукою на челах победителей. Из Священного Писания мы знаем много имен Спасителя. Иисус, Христос, Иммануил, Назаре и другие. Но никто не знает того имени Христа нового и чудного. Сокрыто оно еще от нас в тайне. Спрашивал Иаков, противоборствовавший у реки, и овок Богу об имени этом. Но он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем? Оно чудно. Бытие 32, 29. Иммануил, отцу Самсона, судей Израильского, было так же сказано. Мануил. Что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно. Судит 13, 18. И вот это таинственное и чудное новое имя Христа, ныне на земле, никому не ведомое, будет начертано на искупленном христианине филадельфийце. Имя отца, города и сына. Истинно, вот награда. Истинно, сказал Христос, любящим Его. И мы, Отец и Сын, придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Иван Гелетана, 14, 23. Аминь. Ну что, время пришло к концу. Слава Христу. Давайте молиться. И до пятницы. И еще раз напоминаю. В воскресный день, в это же время, мы собираемся третий раз к ряду на неделе. Милости просим. Сообщите об этом своим друзьям, особенно, кто живет в Московской области. И в будней работе, это воскресенье, в два часа по Москве, он свободен и может поучаствовать с нами. Отмолимся. Боже, Тетя, Богородицу, блаженную и пренепорочную. Боже, Бога, наш Игорь, честнейшую первую и славнейшую без сравнения с Ерафим. И засленья Бога снова родшую, сущую Богородицу, я не мечтаю. Дайте, конечно, молитесь. Отец наш Небесный, мы просим во имя Господа нашего Иисуса Христа, закрепи в нас слышанное. Ты знаешь, как мы в этом нуждаемся. Чтобы мы не высокоумствовали, а принимали толкование святых отцов. В этом наша жизнь и смирение. Слава Тебе за этот вечер, который провели мы у ног Твоих. Если в чем погрешили, Ты прости нас, Владыка. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Подал. Спаси Христос.